Какой орган вы считаете самым главным? Многие скажут, мозг, сердце, но на самом деле врачи называют одним из наших главных органов, что? Печень. Именно она контролирует уровень холестерина, помогает иммунитету бороться с инфекциями и усиливает сексуальное желание. Поэтому печень нужно беречь. Но оказывается, у многих из нас есть привычки, которые печень буквально разрушают. И люди об этом даже не догадываются. Например, принимают особенные витамины или неправильно избавляются от головной боли. Сейчас узнаете подробности у нашего эксперта, а вы проверьте, нет ли этих опасных привычек на печени именно у вас. Поехали! Иванов Антон Николаевич, врач-гастроэнтеролог-гипотолог Московского клинического научного центра имени Локинова. Антон, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! У нас сегодня с вами суперзадача рассказать москвичам, какие неочевидные привычки могут нарушить работу нашей печени. Вы нам сегодня об этом расскажете, но я пригласила еще врача УЗИ, который готов сделать УЗИ москвичам. Я сейчас этих москвичей найду и будем обсуждать привычки. Договорились? Конечно! Пойдемте! А пойдемте! Вот мы сегодня встретились с Юрием Викторовичем, это врач ультразвуковой диагностики. И сейчас он в молодой москвичке прекрасной Лере делает УЗИ печени. Пока, собственно говоря, Лере делает УЗИ печени. Антон, расскажите, какая первая привычка этому нашему прекрасному органу может навредить? Сейчас очень сильно развивается понятие здорового образа жизни, поэтому люди считают, что надо подпитывать свой организм, давать ему какие-то дополнительные элементы для хорошего функционирования. Но, вы знаете, все это не так очевидно, потому что дисконтрольный прием витаминов, в особенности А и Е, он довольно-таки отрицательно влияет на нашу печень. Имеются клинические исследования, наблюдения, когда эти витамины способствовали развитию фиброза. Фиброз – это перерождение функционирующей здоровой ткани печени в неактивную соединительную ткань. И поэтому печень перестает функционировать, она теряет свои полезные функции. Лера, скажите, пожалуйста, а вы принимаете какие-то витамины? Витамины нет. Что-то видно там? Да, видно. Печень в размерах не увеличена, имеет обычную эхогенность. Признаков токсического поражения не выявлено, объемных образований не выявлено. Обычная здоровая печень. Хорошо, тогда, значит, Леру мы отпускаем. Лера, спасибо большое. Без вредных привычек для печени, живи дальше. А это Соня. Мы теперь с Соней делаем узи печени. Привычка, если не ходить вокруг да около, называется прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Бесконтрольный прием. Заболела голова, поднялась температура 37 с небольшим, а выпивка я парацетамол, например. Я вот слышала, что он как-то токсически влияет на печень. Смотрите, в инструкции по применению парацетамола написано не больше 4 грамм в сутки. Здесь, опять же, нужно учитывать индивидуальную чувствительность человека, да, потому что для кого-то 4 грамма это нормально, да, а для кого-то уже 3 грамма вызовет лекарственное поражение печени. Так называемое состояние легкий гепатит, да, который может потом перерасти в острую печеночную недостаточность, а, возможно, даже в цирроз, который уже требует, к сожалению, трансплантации печени. Вы часто пьёте парацетамол? Ну, редко очень, на самом деле. Итак, суточная норма парацетамола не больше 4 грамма. Будете принимать больше, у вас может начаться токсическое поражение печени. А как там Сонина печень, кстати? Печень у неё также хорошо выглядит. Прекрасно. Вот у нас, видите, здоровые москвичи. Видимо, эти привычки, да, они либо их избегают, либо просто пока ещё они им так не навредили. Молодой человек, а вы часто делаете УЗИ в торговом центре? Частенько. Частенько? Сейчас мы вам расскажем, какая привычка неочевидная может навредить вашей печени, и вашу печень, собственно говоря, проверим. Антон, ну-ка, рассказывайте дальше. Третья наша плохая привычка для печени – это употребление простых углеводов. Это сладкое, это мучные изделия, это рафинированный продукт. Они приводят к накоплению жира в организме, да. Печень исполняется как внутри клеток, так и вне клеток жировыми каплями, жировыми включениями. Такое состояние называется жировая печень или статоз печени. Получается, что этому сердечку нужно сделать смайлик не веселый, а грустный. Все-таки в небольших количествах сладкое можно иногда себе позволять. Как же без этого? Но можно начать с фруктов, которые помогут заменить конфеты. Скажите, пожалуйста, а вы сладкое любите? Люблю. Как там печень? Вот типичная картина для жирового гипотоза. Жирового гипотоза – это вариант нормы, может быть. Давайте тогда чёткие какие-то советы дадим, Даня. Что делать? Смотрите, можно сдать биохимический анализ крови, да, на эти ферменты. Слушай внимательно. И также можно провести инструментальный метод исследования, называется фиброластометрия печени. Это определение плотности печени, фиброза и статоз, то есть жирности печени, физической активности. Нужно её повысить. Это занятие спортом, какие-то плавания. Плаванием. В общем, Даня, проверяем печень дальше, проходим другие обследования, отказываемся от сладкого, занимаемся физическими нагрузками. Так, ну и финальные УЗИ сегодняшнего дня мы делаем НИНО. Пятая привычка – это ожирение. В больших городах частенько не успеваешь расписание составить под то, чтобы перекусить, под завтрак, под обед, под ужин. Да, все питаются на ходу фастфудом, честно говоря. Ну, многим. Да, 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 вы абсолютно правы. И это также вредит нашей печени. А сейчас узнаем, как там взялась печень у НИНО. Абсолютно здоровая печень. Самое главное – берегите её и избегайте всех вредных привычек, которые могут ей навредить. Обязательно. Юрий Викторович, спасибо большое вам за то, что провели УЗИ в таких необычных условиях. Антон, а вам спасибо за то, что поделились с нами своими знаниями и так чётко, понятно и обаятельно рассказали про такие неприятные привычки для печени. Спасибо вам. Будем надеяться, что наши телезрители будут соблюдать все правила здорового образа жизни, но с умом. Всё слышали? Так и поступайте. И любите себя и свой город Москвич. Пока-пока.